В период любой эпидемии мы не рекомендуем женщинам планировать беременность. Почему это важно? Потому что любая вирусная инфекция приводит к тому, что мы видим большее количество замерзших беременностей, беременностей, которые прерываются в любом сроке. В период эпидемии мы не рекомендуем проводить искусственные методы вспомогательной репродуктивной технологии запускать, потому что высок риск того, что это будет все неудачно. Тем не менее, мы предупреждаем наших женщин, что если женщина забеременела в этот период сама, самостоятельно, нет никакой необходимости бежать, прерывать беременность. Согласно тем документам, которые мы имеем, опасность сейчас иметь проблемы, она не выше, чем при обычной любой другой эпидемии. Поэтому только в том случае, если беременная женщина до 12 недель перенесла тяжелую инфекцию или тяжелую пневмонию, которая обусловлена вирусом COVID-19, только в таком случае рекомендуется, если женщина хочет, если она боится, потому что она, как правило, получает достаточно большое количество медикаментов, в этом случае нам, акушерогинекологам, разрешают по желанию женщины прервать такую беременность по медицинским показаниям. Если же женщина не настроена на это, то все рекомендации рекомендуют проводить инвазивную диагностику с тем, чтобы вовремя увидеть, если есть какие-то выраженные пороки развития. Плод во время беременности не поражается коронавирусной инфекцией. Это хорошая новость. Ни в одном исследовании, которое нам доступно, мы не увидели проблем, связанных с коронавирусной конкретной инфекцией, то есть с инфицированием плода. Однако, конечно же, если у пациентки есть тяжелая пневмония, то сама по себе тяжелая пневмония это большая нагрузка на организм. Естественно, если организм справляется, то он справится. В некоторых случаях организм для того, чтобы защитить себя, может остановить эту беременность и беременность может прерываться спонтанно в любом сроке. Прерывание, освобождение женщины от беременности в период, когда она находится в острой фазе воспалительного процесса, то есть пневмонии, оно достаточно опасно для женщины. То есть не сама беременность опасна, а необходимость внедряться в эту беременность и прерывать ее. Во всех лечебных учреждениях страны рекомендовано минимизировать до каких-то срочных консультаций беременных женщин. И вот эта ситуация, она имеет определенные проблемы, потому что телефонный режим консультирования это хорошо, но не всегда телефонный режим позволяет оценить, особенно в больших сроках беременности, риски для беременных женщин. Поэтому мы сегодня говорим, беременные женщины должны дистанцироваться более чем кто-либо другой от других людей. Мы рекомендуем беременным женщинам не общаться друг с другом, с другими людьми, кроме членов семьи. Мы рекомендуем беременным женщинам защищать себя всеми доступными средствами, теми, которые рекомендуются. А именно это два, собственно говоря, пути. Первый – это дистанцирование, второй – это мытье рук. Нужно ли рожать самой или нужно кесарево сечение – это тот вопрос, который чаще всего задают беременные женщины. Приоритет отдается родам через естественные родовые пути, приоритет отдается родам самостоятельным, то есть вот так, как сегодня подход вообще в жизни к родам. Вот когда они начались, тогда мы их и проводим. Естественно, никто не отменял акушерские какие-то проблемы. Если они будут, то они решаться будут точно так же, как у женщин, у которых нет коронавируса. Исключение составляют только те пациенты, у которых есть тяжелая пневмония. Женщины с тяжелой пневмонией, если они болеют как раз в период родов, им во время родов продолжается лечение, которое положено получать, и они рожать должны самостоятельно, максимально самостоятельно, так легче для организма. Но есть ситуации, когда необходимо сделать кесарево сечение. Если нарастает дыхательная недостаточность, если есть риск для того, что сейчас состояние женщины перейдет в критическое, тогда рекомендуется выполнять кесарево сечение. Кесарево сечение показано и в том случае, если врачи видят, что женщина погибает. В таком случае кесарево сечение выполняют в интересах плода для того, чтобы дать ребенку шанс выжить. Очень много вопросов касаются последующего грудного вскармливания. Конечно, мы специалисты всегда поддерживаем грудного вскармливания, но в данной ситуации доказано, что через молоко матери ребенок коронавирус получить не может. Ребенок может получить коронавирус из рук матери, поэтому четких рекомендаций по грудному вскармливанию нет. Если женщина находится в активной стадии заболевания, рекомендуется ее изолировать от ребенка некоторое время, пока у нее острая фаза заболевания. Если же она находится в периоде реабилитации, то рекомендуется жесткие меры по обработке рук, потому чтобы мать не перенесла ребенку с руками инфекцию. Если мы изолируем маму от ребенка, учитывая, еще раз повторяю, что в молоке не обнаружен коронавирус, рекомендуется сцеженным молоком ребенка кормить, но с учетом всех абсолютно способов, которые не позволяют матери через руки передать в молоко вирус.